Здравоохранение и социальная защита Я сказал четко, ясно и понятно о том, что все, что связано с похоронами этого человека, мы так всегда делаем. Мы должны взять на себя. Сопроводить этот крайне такой очень сложный процесс прям от начала и до конца. Однако, как отметил глава области, это обещание не было выполнено. Поэтому и принято решение об отставке заместителя министра. Ведомстве пообещали, что семью не бросить на произвол судьбы. На сегодняшний день нам надо понять ту сумму, которую необходимо выделить соответственно поручению губернатора. Я подчеркиваю, что вся необходимая сумма, все затраты семьи будут в полном объеме возмещены. Критике губернатора подверглось состоянию областного центра после завершившейся зимы. Сергей Морозов отметил, что на дорогах Ульяновска много ям, во дворах огромные лужи, остановки и улицы грязные. Господин Гаев, меня не устраивает ваша работа. Я сегодня дал поручение главе города о том, чтобы рассмотрели вопрос о занимаемой вами должности. Губернатор подписал распоряжение о начале весеннего осмотра дорог и о работе штабов по наведению порядка. Штабы будут в каждом муниципальном образовании, а работать они должны без выходных. Такой штаб будет заниматься не только ремонтом автомобильных дорог и контролем за этим процессом, но и наведением порядка по всем вопросам благоустройства. Это очистка опор, освещение, светофорных объектов, перильных ограждений, работа во дворах и города Ульяновска, Димитровграда, так и во всех муниципальных образованиях. Большое количество нерешенных проблем оставило неудовлетворенным губернатора работой всего областного правительства. Глава области упомянул о возможной отставке кабинета министров. Я обращаюсь в том числе и к членам правительства, еще раз повторяю. Если я в ближайшее время не увижу переформатирования вашей работы, если я в ближайшее время не почувствую о том, что вы члены команды президента, то решение достаточно сложное, но простое. Коллеги, мы разойдемся с вами. Напрямую связано со здравоохранением и социальным благополучием состояние в сфере семейно-демографической политики. Последние недели приносят трагические известия. Губернатор вновь вернулся к тому случаю, когда мать убила троих детей, а потом покончила с собой. Напомнил глава региона и о совсем недавнем происшествии. Семья отказалась от госпитализации своего приемного ребенка, а когда вызвали скорую второй раз, было уже поздно. Все это требует принятия скорейших мер, которые смогут прервать черную полосу. Давайте вместе все контролировать о том, что власть должна сделать. Давайте выработаем этот так называемый, я не знаю, перечень неотложных действий, которые они должны сделать для того, чтобы достучаться до родителей, для того, чтобы, так сказать, достучаться до всех и будем контролировать. Губернатор поручил незамедлительно заняться разработкой стандарта доброжелательного отношения к семье и особенно к многодетным семьям. Как заметил первый заместитель председателя правительства Екатерина Оба, в первую очередь проверить семьи, находящиеся на особом контроле. А главное, сами люди должны обращаться в органы соцзащиты, если что-то не так в их семье или семьях родных и знакомых. Это поможет избежать возможной трагедии. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.